Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас будет покраска волос. Будут отзывы на новинке Фоберлик. Массаж лица. Итак, поехали! Будем наводить с вами марафет к Новому году. И специально для тех, кто до сих пор в комментариях пишет, чем вы краситесь, что у вас за цвет волос, будет покраска волос. Потому что я всегда крашусь только с вами, рассказываю вам, показываю, сколько чего, добавляю и так далее. И все равно спрашивают в роликах про цвет волос. Ну, просто, наверное, не смотрят покраски, смотрят какую-то другую категорию роликов. И не знаю, в общем, лень поискать. Ну да ладно. Так, что мы с вами сейчас сначала делаем? Сначала я сейчас помою голову. По всем новинкам Фоберлик все расскажу. Будем с вами, я покажу вам сыворотку Ренаваш. Массаж лица будем делать. По шапочкам вот этим умный кератин. Скорее всего, будет отдельный ролик коротенький вертикальный в Дзене. Будем делать вместе с Ксюшкой немножко попозже, потому что сейчас пока в приоритете покраска. Поэтому вот эту новиночку в Дзене ролик короткий будет обязательно. Так, а все остальное сейчас помою голову, очищу лицо. Чем буду очищать? Хочу чем-нибудь таким жестким, потому что у нас с вами будет массаж, какой-нибудь крабик. Ну, в принципе, не жестким. Вот этим вот гамажем Axiology. Артикул 0271. Очень люблю его на утреннее умывание. А сейчас у нас утро. Итак, поехали. Ну, поехали. Сначала будем краситься и буду вам рассказывать про новинки заодно. Так, во-первых, что берем? У меня здесь 816 Esteele Princess. Вот так выглядит коробочка. Они одинаково называются. А, это хром. Это хром. Вот хром, кстати, очень хорошо закрашивает седину. Значит, 816 из серии хром Esteele Princess. Видите, такая серая упаковочка. Вот здесь вот написано хром. Так, и Esteele просто принцесс. Без всего. Вот такая синяя упаковочка. 8-1. Вот эти два оттенка я мешаю пополам. Приблизительно у нас здесь в одном тюбике сколько? 60 мл. По 30 мл каждый. То есть по пол тюбика каждый. Соответственно, всего у нас краски с вами получается 60 мл. И столько же будем добавлять окислитель. У меня вот такой алиновский. Я на тройке буду делать, потому что мне достаточно. Я заметила по своим волосам, что мне прям троечки достаточно. Вот вполне. Девятка с шестеркой могут затрагивать мои корни и делать их какими-то сраженцами слегка. Вот я заметила. Это именно мои волосы. А так, смотрите, конечно, по своим. Может быть, у вас будет совсем по-другому. Мне тройки достаточно. Кто-то на тройке тонируется, а для меня это прям полноценная покраска. Так, поэтому поехали. Я добавляю где-то приблизительно на глаз 30 мл 816 и 30 мл 8.1. Я вам все показала, рассказала. Надеюсь, вопросов не будет возникать. Ну, а кто не смотрит видео, я просто вопросов очень много про свет волос. Но я не могу даже чисто физически отлечить. Так, про новиночки. Сейчас расскажу вам. Знаете, про что? Про дезодорант вип-новинка следующего каталога. Серия Экспертского с красным крестиком. Артикул его 1437. Он у нас заявлен как ультра и должен держать до 4 дней. Что хочу по этому поводу сказать? Ну, никаких 4 дней там и нету, если честно. Так, 816 добавила. 816 в плане того, что устраняет запах, да, но подмышки постоянно мокрые. Постоянно. Вот его как нанесли, и он в принципе, вот даже если успел там высохнуть и так далее, они потом все равно постоянно мокрые. У меня, если я ничем не буду пользоваться, они будут постоянно сухие. Я уже вам говорила, я не отношусь к сильно подливым людям. Если я ничего, абсолютно никакой антипреспирант не нанесу, они у меня будут сухие. А с этим дезодорантом они постоянно мокрые, поэтому разочаровал, если честно. Прям разочаровал. Спрей даже вот были как-то получше. Я хотела взять их с учетом того, что сейчас зима, и я в принципе не потею. Но там прям постоянно влага. Я не знаю почему, я не буду больше брать однозначно. Так вот, смотрите, смешала краски. Так, сейчас беру палочку. Щетки куда-то мои все подевались. Нету. Беру палочку и перемешиваю. Сначала краски до однородной консистенции. Чтобы цвета смешались. Мне именно вот это сочетание сейчас ближе всего. А потом добавляю приблизительно столько же окислителя. И тоже все тщательно перемешиваю. Что я прям много нагубинила в этот раз. Ну вот и ничего. Много краски. Но если мы хотим красивый равномерный цвет, то с луксом должны купаться краски. Поэтому не жалеем. Принцесс считается профессиональной краской. Каждый разводит профессиональные краски по-своему. Мне вот так моим волосам нравится. Так, все замешали. И сейчас буду наносить. Сейчас буду наносить по проборам все как положено. Сначала как следует прохожусь по корням. У меня седые волосы на самом видном месте. То есть они вот здесь вот все спереди. Вот так прям пятачком. А сзади, где их не видно, их нету. Краска справляется на у вас со своей задачей. С седыми волосами. И в самом-самом конце на кончики. И то, может, не буду наносить. Проэмульгируем. Готово. Промазала все. И кончики тоже. Потому что очень много краски что-то в этот раз я развела. Пришлось даже выкинуть части. Так, едем дальше. Дальше мы с вами будем делать массаж с помощью сыворотки Ренаваш. Артикул 0785. Массаж будем делать с помощью стрелкового гуаша. Самый действенный способ подтянуть кожу, чтобы она дольше была упругой, молодой, это массаж лица. Ни один крем так не будет действовать. Еще после массажа лица все кремы очень круто работают на коже. Ну и, естественно, очищение. Естественно, я всегда вам про это говорю. Кто-то из девочек, не помню кто, отпишитесь. Посоветовал мне сыворотку эту. Потому что я жаловалась на то, что мне не хватает от ухода Фаберлик питания. И вот мне девочки посоветовали. Не могу сказать, что это масло масляное прям, но она очень такая питательная, и с ней можно делать массаж. У меня кожа ее съедает. Она прям как будто вот ее и ждала. Маловато мне для массажа будет. Как следует наношу на все лицо, на хорошо очищенную кожу, на декольте. И погнали. Так, все, вот с ней прям очень хорошо делать массаж. Но в то же время это не совсем масло, она прям, ну классная. Вот золотая серединка. Так, все. У меня два скребка Гоаша, так гораздо удобнее. Что мы с вами делаем? Нам нужно размять мышцы, которые существуют на лице. Кто не знает, где они находятся, можете прям смело погуглить мышцы на лице и узнать. Их надо разминать. Вот эти вот жевательные, которые отвечают тоже за подтяжку лица, за нашу мимику, мышцы эмоций, мышцы злости. Они всегда находятся в напряжении. Их надо разминать. Ну и декольте, конечно же. Так, поехали. Я начинаю вот такой вот стороной. И как следует разминаю. Вы смотрите, как ваша кожа комфортнее. То есть сильно надавливает, не сильно. Моя кожа любит вот когда сильно. До красноты. Вот видите, я краснею сразу. И вот таким вот образом проходимся. То есть если у вас один скребок и ваша, не суть важна, главный результат, то мы немножко придерживаем, допустим, вот когда делаем здесь подбородок, чтобы не сильно растягивать кожу. А если у вас два, то такой проблемы в принципе не возникает. Как следует вот этой ребристой стороной прорабатываем именно мышцы. Лоб. Тоже вот этой вот ребристой стороной я начинаю прям от носа вести вверх. Вот так. Вокруг бровей. То есть затрагивая веко даже. Но тут уже я не надавливаю, потому что надавливаю, ну как дискомфортно. Но тем не менее проходимся. Потом выпуклую сторону берем. И вот таким образом делаем лоб. То есть немножко в стороны и вверх. Если есть вот тут морщинка, меж бровочку, у меня видите, она легенькая такая видна иногда. Мы ее прям хорошо прорабатываем. И тянем все вверх. Лимфодренажный массаж делаю где-то в середине. Потому что в конце останавливаю все на подтяжке. Каким образом? Тоже вот этой выпуклой стороной. Смотрите, вот такая толпа. И подушами вниз. То есть зачем он нужен? Для лучшего кровоснабжения, для лучшего оттока лимфы. Для снижения отечности. И вот так вот вниз. Декольте. Крупным делаю. Вот этим вот уголочком. Серединку. Здесь можно тоже кожу придерживать. По второму подбородку. Как следует проходимся. Тут уже можно двумя вот так прям. И вот этой стороной, которая выпуклая. Не выпуклая, а выпуклая по бокам. И шею. Потому что когда делаем декольте, обязательно делаем шею. Чем еще хорошо делать шею? Именно эта зона, она еще улучшает микроциркуляцию кожи головы. То есть волочки будут расти быстрее. Когда делаем массаж головы, обязательно затрагиваем участок шеи. Поэтому как следует сзади тоже все прорабатываем. Вот этой же стороной. И по бокам. Потом еще этой же стороной можно вот так тоже все вверх поднять. До красноты делала. Если делать каждый день такой массаж, вы заметите результат уже через несколько дней. Вот так. Все прорабатываем. Всего лишь несколько минут. Но результат обалденный. Лучше любого самого дорогого крема. Так еще раз по всем прохожусь местам и фиксируюсь наверху на несколько секунд. Это уже завершающий этап. Еще люблю проходить за по губам. Но они у нас как бы тоже стареют. Кто не знал. Да. Вот этой вот стороны. Или вот этой без разницы. Какой вам удален. Вот так вот прям улучшаем микроциркуляцию. То есть перед тем, коже они сейчас сразу станут такими яркими. Можно круговыми движениями. Вот. Красота. Теперь вот под губками морщинки тоже все тянем наверх. Фиксируемся. Так что у меня тут не краска, не задела. То сейчас буду красиво. Носок губики разглаживаем. Фиксируемся. Еще раз вот эту мышцу разомнево немножко проработаем. Фиксируемся наверху. Ну вот уже видно, когда массаж делаешь, да, как разглаживаете лицо. Представляете, если делать это постоянно. Всего лишь несколько минут и счастье. Еще раз лоб. Фиксируемся. Височки я немножко вот так вот делаю. И мимические морщинки могут быть. Подтянули, зафиксировали. Еще немножечко. Вот это масса губичка разминаю. И фиксируемся. Все. Вот и все. Кожа сейчас успокоится. Будет классная, суперская, замечательная. Нанесущая уходовая дневной крем. И красота. Вот каждый день такую процедуру делать. Ни отеков не будет. И морщинки все потихоньку будут разглаживаться. Я не говорю, конечно, про глубокие там какие-то еще. Тут уже, ну, тяжело. Но лучше все равно ситуацию можно. С помощью обычных таких вот скребков положить. Это самый мой любимый способ, кстати, массажа. Ручками тоже классно. Вроде руками мнешь, мнешь. Руки еще устают и так далее. Не всегда охота. Скребки они всегда под рукой раз взяла вот так вот. Помассажировала все. Может с вами сиреневый. Итак, я еще про новинки вам не рассказала. Крем Ума для мамы и малыша. Бальзам. Очень понравился. Знаете, очень понравился. И на коже детей. И для себя. Попробовала и на ручке его, и даже на лицо. Классный. Он такой вот плотный, плотный, плотный. Но он отнюдь не лежит жирным блином на коже. Кожа его прям съедает. Он ее напитывает. Он ее очень хорошо увлажняет. На моей сухой кутикуле прям вот сработал замечательно. Поэтому понравился. Очень советую к приобретению. 33,65. Очень достойный, угодный продукт. По поводу парфюма. Новинка в объеме 30 мл. Выдет в следующем каталоге. Это Юдашкин Голд. Артикул вам не скажу. Его на флаконе нет. Что хочу сказать. В первый же день, когда вышла с ним гулять, у меня несколько человек спросили, что за крутой парфюм на улице. Он безумно круто раскрывается. Особенно на морозе. Я не любитель сладких, чтобы вы понимали, каких-то там пудровых ароматов. Не любитель от них. Но здесь все так красиво играет. Мне очень понравилось. Мне очень понравилась эта пудра прям с чем-то. Кто-то говорит, что он рисковат. Но все возможно, мы все разные. Но по мне он не рисковат. Он рисковат только после первого пшика. Дальше он очень красиво играет. Особенно на морозе. Во мне это пудра с чем? Ну вот с чем. Не знаю с чем, девчонки. Но это не чистая пудра. Нет, от них не чистая. Она какая-то вот красивая такая, богатая. Я вам уже говорила в обзоре заказа, что есть нотки фортуната, по-моему, да, у нас называются. Фортуна, финики такой от нас стоят где-то. Или фортуна просто. И форовый классический. И вот какая-то нотка вот общая схожая есть. Он достаточно притекательный. Мне даже Ксюша говорит, мы в подъезд выходим. Вот дома она мне не делает комплименты с этим ароматом. А когда мы выходим уже куда-то в Деховно, она прям, ой, мама, как эти вкусы пахнет. Поэтому я советую. Цена вопрос вообще ни о чем. 30 миллилитров попробовать стоит однозначно. Так, ну все. Рассказала вам почти про все. Масочку потом на Дене. И цвет волос, конечно, тоже смою, покажу. Хожу полчаса. Потом смываю и все. Ну вот такой цвет в итоге получается. Восьмерка всегда на выходе темная. Потом через одну-две помывки волос она будет светленькая. Он такой пепельно, слегка сиреневый. Очень красивый. Мне безумно нравится. Я последние разы всегда так крашусь. И на тройке результат прям вот равномерненько. Все отлично. Все здорово. Все хорошечно. Так что вот так, мои хорошие. Вот такой вот цвет. Сейчас камера передает его абсолютно точно. Новый телефон. И цветопередача, она прям 100%. Вот при искусственном освещении они сейчас смотрятся вот так. Один раз помою вот голову, завтра и все уже будет гораздо светлее. Ну а оттеночек будет такой вот красивый. Так, ну на этом все, мои хорошие. Отличного вам настроения. Надеюсь, было интересно и полезно. Ссылка для регистрации Фиберлик всегда под видео. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.